Поучаствовать в выставке решились 27 художников региона. Это именитые известные авторы, например, Виктор Грушиновицкий. Он представил поэтичный пейзаж с копными, прозрачный осенний воздух и золотой свет осени, состояние этой картины. Так и новые имена, например, Владимир Федоров. В его атмосферных полотнах небольшого формата осень совсем иная, пасмурная, дождливая, с контрастами свинцового неба и золотой листвы. Осень разнообразна цветами, поэтому художники любят ее писать. Урожайность, красота природы, поэтому много натюрмортов с цветами, с яблоками, с фруктами, акрил, масло. Здесь представлены пастель, акварель. Здесь представлены у нас прекрасные художники с яркими работами. Потапов Олег, например, сделал прекрасную маслом работу. Член союза художников Кольцева Юля. Их интересно разглядывать. У нее цветы, птички. Вот это вот вблизи даже можно интересно посмотреть детали. Какие-то ягоды. Абстракции и экспрессия, реализм и фантазии. Работы в технике акварелей, масляной живописи, акрилы и пастели. Каждый автор воплощает видение осени по-своему. И даже одни мотивы звучат по-разному в исполнении разных художников. Хотя вдохновение зачастую каждый из них черпает совсем рядом, из простых вещей. На лугу набрала вот такой засохший уже отсветший букетик и красный цветочек. В вазе яблоки у меня лежали с моего сада. Гранат получился как бы с цветочком, чтобы прикликался. И вот такой спокойный тюрмортик получился. Марина Ибрагимова художник народного творчества. Ее основная стезя – вышивание. В кругу художников она известна как акварелист. Но пастель, по ее признанию, лучше всего помогла передать осенняя Марева. Выставка продлится до 15 декабря. Успевайте попрощаться с осенью в многочисленных ликах, запечатленных на полотнах рязанских мастеров. В салоне, на старом перекрестке.